Всем привет! В этом видео я покажу вам уходовую косметику, которой я буду пользоваться в мае. Давайте начнем с ухода в ванной комнате за телом, с гелей для душа. На мае я приготовила два геля. Первый гель с довольно ярким фруктовым ароматом. Это от Джоанны, линейка Натуре, Манго и Папайя. У меня такой гель когда-то был. Действительно приятный, сладкий, но не приторный аромат. Но все-таки для тех, кто любит более такие сладкие гели. И поскольку хочется иногда чего-то более спокойного, я еще взяла в использование гель уход для душа от Невея. Свежесть и забота. Он у нас идет с экстрактом алоэ, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, с натуральным алоэ. Здесь аромат уже нежный, такой нейтральный, мягкий. Так что мы сможем будем эти гели чередовать. Пену для ванны я купила такую же, какая у меня была в прошлый раз. Это от Деликея. Пена для ванны успокаивающий сбор. Аромат травок такой не яркий, не аптечный, не противный. А именно приятный, нежный, хорошо пенится. И, в общем-то, стоит недорого. Никаких претензий к этой пене нет. Поэтому периодически я ее повторяю. Средства для интимной гигиены у меня, наверное, последний год одно и то же. Это от LPK. Гель для интимной гигиены. Я приобретаю в подружке. Мне это средство понравилось по качеству. При том, что стоит этот гель совсем недорого, но он прекрасно очищает. Он не вызывает у меня никакой аллергической реакции или каких-то неприятных ощущений. То есть, наоборот, сплошные положительные эмоции. Того, что здесь осталось полбутылочки, конечно, на май не хватит. Но у меня в запасе есть точно такой же. Поэтому просто его же возьму опять в использование. Давайте перейдем к уходу за волосами. Вот такие у меня огроменные бутылки. Это шампунь и бальзам от бренда Космо. Производство Объединенной Арабской Эмираты. В каждой бутылке целых 750 мл. Поэтому я вам буду показывать их на протяжении нескольких месяцев. Наверное, как минимум четырех. Это средство можно приобрести у нас. Я посмотрела, есть на Вайлдберрис. Кондиционер, правда, не видела. Есть шампунь, но в объеме поменьше 500 мл. Я считаю, что довольно такое среднестатистическое средство. Шампунь довольно мягкий. Кстати, без сульфатов, без парабенов оба средства. Шампунь мягкий. Волосы хорошо промывает. Он их не пересушивает, но и не промывает до скрипа. Обладательницам жирных волос, скорее всего, он не очень понравится. У меня волосы нормальные, мне он подошел. Кондиционер распутывает волосы, делает их более гладкими. В принципе, на этом все. По аромату. Шампунь пахнет достаточно приятно. А вот у кондиционера более такой резкий запах, который мне меньше понравился. Но на волосах он не остается. Поэтому, в общем-то, ничего страшного. Расход, кстати, у средств достаточно большой. Ну, в целом, в общем-то, такие, знаете, хорошие середнячки на твердую четверку. Маска для волос у меня открыта сейчас одна. От корейского бренда Egg Planet. Кератиновая маска. Маска действительно очень неплохая. Она делает волосы такими-то нежными, приятными. Ну, очень мне маска нравится и по аромату, и по действию. Но не нравится цена. Здесь у нас не такой большой объем. 200 миллилитров. И по полной цене в подружке эта маска стоит уже 800 с чем-то рублей. Я считаю, таких денег она, честно, не стоит. Можно что-то и подешевле, в общем-то, приобрести, что будет работать не хуже. Ну, так, маска неплохая. Если еще никогда не пробовали, если вам интересно, можете купить мини-вариант в подружке. По-моему, 15 миллилитров. Я как раз с этой мини-версии в свое время и начинала. И когда поняла, что маска нравится, тогда уже стала полноразмерной приобретать. После мытья я использую несмываемый уход. В этом плане у меня всего два средства. Первое тоже от Egg Planet. Средство для кончиков волос. Оно делает кончики более послушными. Они не пушатся. А у меня волосы такие очень какие-то пушистые. То есть, придают кончикам такой благородный, красивый вид. Расход небольшой. Объем здесь 120 миллилитров. Поэтому я уже, наверное, месяца два этим средством пользуюсь. Если не больше, хватит мне его еще достаточно надолго. И на всю длину можно наносить вот такое средство от EFROCHE. Называется у нас это укрепляющая сыворотка против ломкости для сухих и поврежденных волос. Здесь также есть защита, термозащита до 230 градусов. Вот это средство можно наносить уже на всю длину. Работает, в принципе, примерно так же. Прибивает пушистость, делает волосы более гладкими, более послушными. Ну и, соответственно, когда я использую какие-то термоприборы, я обязательно наношу. Я надеюсь, что все-таки термозащита от этого средства есть. Для волос это все. Давайте перейдем к уходу за лицом. Для умывания у меня все та же пенка кокосовая с танжерином, с экстрактом кокоса и танжерина от Organic Shop. Здесь, благодаря дозатору, сразу выдавливается именно пенка. Я в предыдущих видео уже мало показывала, как все это выглядит. Здесь большой объем для средства для лица целых 150 мл. Здесь суперэкономичный расход. Мне хватает одного нажатия, чтобы умыться. Это именно для умывания. Макияж это средство не смывает. То есть, просто вы умываетесь. Кожу не стягивает. Очищает вполне неплохо. По крайней мере, мою нормальную кожу. Хватит, мне кажется, чуть ли не на год мне этой бутылочки. Ну, никаких нареканий нет. Стоило достаточно бюджетно. По качеству мне очень даже понравилось. Я вообще люблю мягкие средства для умывания. Для нормальной кожи, я думаю, в общем-то, других каких-то более жестких средств и не нужно. Для снятия макияжа я буду продолжать использовать мицеллярную воду от Эволюдером для чувствительной кожи. Осталось у меня здесь ее, ну, кажется, что не так много. Но, учитывая, что общий объем бутылки был 500 мл, в общем-то, не так уж и мало. Средство прекрасное. Снимает макияж из лица и с глаз. Мне глаза не раздражают. Никаких нареканий к этому средству нет. Но поскольку я не уверена, что мне хватит этого количества до конца мая, то я достала единственную бутылочку мицеллярки, которая у меня была в запасе. Это из магазина Литуаль Дольче Милк. Эта мицеллярка у нас идет для чувствительной кожи. Она идет без отдушек, силиконов и спирта. Она действительно ничем не пахнет. И я один раз пока попробовала смыть ей макияж с лица и глаз. Смыла все хорошо. Глаза мицеллярка не раздражала. Кожа лица тоже не раздражала. Макияж смыла хорошо. Но у меня обычные простые макияжи, не водостойкие, а такие, знаете, самые простейшие. Так что вот этими средствами буду пользоваться. В плане тоников изменений у меня не произошло. Я буду продолжать использовать тоник от Эволюдерм. Тоник у нас с экстрактом розы, по-моему, идет, если я не ошибаюсь. Да, с розовой водой. Здесь осталось еще достаточно много. На мае мне этого точно хватит. Тоник хороший. Он доочищает, увлажняет, тонизирует. И также у меня еще вот такой корейский тоник в спрее от бренда Грейс Дэй. Тоже буду продолжать использовать. Я вам уже эту парочку показывала. Этот тоник тоже хорошо и увлажняет, и тонизирует. Здесь очень мелкое распыление, что приятно. Я даже пару раз распыляла его на макияж. Правда, с расстояния где-то сантиметров 20, да, просто для увлажнения кожи. И с макияжем ничего не произошло, а ощущение такой свежести на коже появилось. Так что тоники хорошие. Могу тоже смело рекомендовать. После тоника я обычно использую сыворотку. Сейчас у меня вот такая эссенция от бренда из фолио из линейки авокадо. Она называется эссенция. Это обычная сыворотка. Количество, которое у меня осталось, мне хватит его на май, потому что здесь большой достаточно объем, 50 миллилитров. И я думаю, как раз за май я это количество доиспользую. Хорошая сыворотка, она быстро впитывается, не оставляет ни липкости, ни жирности, и увлажнение дает. В общем-то, я ей очень довольна. Для лица на утренний уход у меня два крема, оба с SPF, оба корейские. Давайте начнем с того, который мне нравится больше. Вот этот от бренда Коллаген, от бренда ЭНАФ, вернее, линейка Коллаген. Он какой-то более легкий, хотя и там, и там у нас физические, по-моему, факторы защиты. Или и химические, физические. Ну, по крайней мере, вот этот практически не оставляет никакого белого налета. И его можно наносить на сыворотку, они между собой не конфликтуют. Он быстро впитывается, хорошо кожу увлажняет, на него хорошо ложится макияж. Вот этот у нас тоже корейский от бренда Карима. Он может оставлять небольшие такие белесые полоски, то есть надо его очень аккуратно, хорошо распределять по лицу, чтобы их не осталось. Он может конфликтовать с сывороткой, поэтому его я чаще наношу вообще без сыворотки, тогда он хорошо ложится на кожу. И сверху можно нанести макияж. А вот если наносить его на сыворотку, он у меня почему-то скатывается. Я пользуюсь SPF 50 не только на отдыхе где-то в жарких странах, я пользуюсь и в Москве, потому что у меня очень-очень светлая кожа. Еще и вся в веснушках. Мне такая защита просто необходима. Для глаз только-только вот вытащила вот такой крем из запасов от бренда Тензера. Тоже корейский, но это такая очень бюджетная Корея. Крем для области вокруг глаз у меня такой уже был. Он хорошо кожу увлажняет. Больше он ничего не делает, никаких морщин он вам не уберет. Не знаю, просто хороший увлажняющий крем. Но мне этого действия вполне достаточно. Он хорошо быстро впитывается, на него потом макияж можно нанести. Так что меня он полностью устраивает. Буду им пользоваться, пока тюбик не закончится. На вечерний уход, во-первых, я продолжаю использовать маску от бренда Egg Planet. Сейчас вам покажу, сколько у меня осталось. Вот, наверное, половина. Здесь большой, очень большой объем для средств для лица целых 100 мл. Маска кажется достаточно густой и плотной. Но при нанесении на лицо, она такая даже чуть-чуть водянистая, что ли. Она очень хорошо, быстро распределяется. Она быстро впитывается. Она дает хорошее увлажнение. Может быть, даже такое небольшое питание. Я наношу ее на ночь несколько раз в неделю. И вытащила из запасов. Тоже буду использовать в вечернем уходе. Это от корейского бренда Grace Day. Крем у нас идет с цинтеллоазиатской и разными другими полезными компонентами. Он идет вроде бы как отбеливающий, против морщин. Кстати, он еще против раздражений на коже. Я таким кремом уже ранее пользовалась. Прошлым, летом и в начале осени. Это хороший увлажняющий крем, который просто моментально впитывается. Дает очень хорошее увлажнение. Не оставляет ни липкости, ни жирности. И на моей коже он действительно работал в том плане, что он убирал какие-то покраснения. Он мне очень понравился. В плане отбеливания и морщин ничего не заметила. Перейдем к уходу за телом. Давайте начнем с антиперспирантов. У меня есть вот такой мужской. Сейчас в использовании Rexona Men Motion Sense. Пользуюсь им, когда мне нужна защита на целый день. Ну или практически на целый день. Я должна себя чувствовать уверенно, что никакого конфуза не произойдет. Вот он действительно защищает меня на целый день. И еще один антиперспирант уже женский. Вот такой в спрее у меня от Nivea эффект пудры. Довольно приятный. Действительно мгновенно высыхает. Но вот он защищает меня все-таки не на весь день. На, может быть, написано 48 часов защиты. Не знаю, меня он даже на 8 часов, к сожалению, не защищает. Но, может быть, часов на 5-6 защиты есть. Но, в общем-то, но ношу его, когда знаю, что я ухожу не на целый день. И защиты мне на несколько часов от него хватит, скажем так. Для увлажнения и питания кожи тела после душа, во-первых, я использую вот такое масло от Petal Fresh. Масло для тела с экстрактом граната и грейпфрута. Приобретала я его в L'Etoile, производство США. И цена у него была небюджетная, больше 1000 рублей. Масло вот такое, достаточно густое, с очень приятным нежным ароматом, не химозным. Несмотря на то, что это действительно прям такое масло жирненькое, оно хорошо распределяется по коже, быстро впитывается. И никакой потом ни жирности, ни липкости нет. Питание очень хорошее от этого масла. Когда мне нужно скорее увлажнение, а не питание, я наношу от бренда Unicorn Seprove вот такое молочко для тела с экстрактом персика. Называется у нас Идеальный персик. Приобретала я его тоже в L'Etoile. Хорошее увлажнение, аромат персика достаточно приятный. Хотя, ну, чуть-чуть, наверное, химозный. Средство быстро впитывается, дает неплохое увлажнение. Мне, в общем-то, понравилось. У меня, кстати, в запасе еще такое же клубничное. Для ног у меня два средства в использовании. Я их чередую. Из Fixed Price крем до и после от трещин в ступнях. Усиленная формула. Трещин у меня, к счастью, нет. Но крем действительно неплохо кожу увлажняет. Правда, запах у него немного такой специфический. Может быть, не всем понравится. По увлажняющим качествам вполне себе хороший. И вот такой крем у меня есть для ног от бренда Dolce Milk. Приобретала его в L'Etoile. В этой баночке 100 миллилитров. Крем у нас идет с экстрактом грейпфрута. Пахнет химозным... Ой, грейпфрута, винограда. Пахнет химозненьким виноградом. Запах не очень приятный, но увлажняет кожу очень даже хорошо. Поэтому по действию крема я довольна. Кстати, давайте покажу. Он действительно такой вот зелененький. Вот, видите. Кажется, что очень густой. На самом деле нет. Крем такой немного водянистый, но кожу увлажняет очень даже хорошо. Так, это у меня для ног. Для рук. Для рук, во-первых, я продолжаю использовать крем от немецкого бренда Balea. Это пахта и лимон. Мне очень нравится аромат этого крема, поэтому я его повторила. Ранее я его уже покупала. По-моему, прошлым летом и осенью я пользовалась. А может быть, это даже и третий тюбик. Уже не помню. Для меня здесь очень приятный аромат. По действию крем обычный. Хорошо кожу смягчает, увлажняет. И аромат, вот этот приятнейший аромат, на какое-то время потом на коже остается. Поскольку крема осталось не очень много, и я думаю, что на весь май мне его не хватит, я решила открыть еще один крем. Тоже в большом объеме. Здесь у нас тоже 100 мл. Это крем от Esfolio с экстрактом секрета улитки. Крем хорошо подойдет на весенний-летний период. Он не густой, он не жирный. Он быстро впитывается и дает хорошее увлажнение. Мне крем понравился. Аромат здесь, кстати, очень легкий, приятный. Мне кажется, понравится практически всем. Осталось показать вам уход за губами. У меня открыто очень много бальзамов. Я вам покажу только некоторые. Во-первых, у меня вот такая ночная маска для губ от Essence с экстрактом кокоса, вернее, с кокосовым маслом. Она жирненькая, густая, вазелинистая, и подходит только на ночное применение, как ночная маска. Вот такой бальзам у меня есть от Dolce Milk клубничный. Один такой я уже использовала. По-моему, он был с ароматом, не помню, винограда, что ли. Хорошие бальзамы. Они скорее такие смягчающие и питательные. Хороший бальзам, немного жирненький, но губы очень хорошо смягчает. Вот этот бальзам скорее увлажняющий, непитательный, мятный от бренда LPK. Неплохо губы увлажняет и оставляет такой легкий, приятный холодок на губах. И также от бренда LPK есть у меня еще вот такой бальзам. Вот такая кошка. Кто-то мне написал, что это панда. Ну, не знаю, кошка-панда. Вот такой кругленький бальзам тоже очень даже неплохо увлажняет. Давайте немножко вниз упущу, чтобы бальзамы было видно получше. Вот такой уход у меня на май. С удовольствием почитаю ваши комментарии и пообщаюсь с вами. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok